Славянское швейное производство «Белара» выпускает более 650 номинований детского и взрослого трикотажа. Теперь в ее ассортименте появилось термобелье, столь необходимое сейчас для военнослужащих. Запустить новую производственную линию помогла краевая поддержка. Швейное производство «Белара» в нашем районе работает уже более 20 лет, выпуская большой ассортимент женских, мужских и детских трикотажных изделий. Несколько недель назад предприятие приступило к выпуску термобелья, перепрофилирование производства здесь происходит уже не в первый раз. Во время пандемии выпускали маски, сейчас столь необходимые для военнослужащих термокомплекты. Глава района Роман Синеговский пообщался с директором предприятия Ларисой Беловой, которая рассказала, что запустить выпуск нового вида продукции удалось благодаря краевой поддержке. Заем на льготных условиях от регионального фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» позволил приобрести высокопроизводительное оборудование и увеличить объемы выпускамой продукции в 10 раз. На предприятии установили три настилочные машины, раскроенный комплекс, 64 швейные машины. Сейчас термобелье с трикотажа занимает большую часть производства. За один сеанс аппарат выкраивает 40 комплектов термобелья. Потом заготовки сшивают, одежду гладят и упаковывают. Сутки здесь выпускают около 500 комплектов. Излишки материала идут на подшлемники. Они получаются такими же удобными и долговечными. Также на фабрике планируют запустить производство спальных мешков для военнослужащих. Скоро здесь будут нанимать и бесплатно обучать тех, кто хочет шить одежду для защитников страны. На работу примут девушек даже без опыта. Главное условие – желание учиться. Глава района Роман Сенеговский поблагодарил руководителя предприятия «Белара» Ларису Белову за активную гражданскую позицию, пообещав оказывать всевозможную помощь и поддержку ее производству. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».